Порядка 500 подростков смогут подзаработать в летнее время. Центр занятости населения ведет прием заявок от желающих трудоустроиться во время каникул. Уже поступило 120 обращений. В этом году рабочие места для несовершеннолетних готовы предоставить предприятия, расположенные на территории Наринмара и в сельских поселениях. Уже не первый год окружные подростки имеют возможность провести лето с пользой. Один из трех каникулярных месяцев они могут посвятить труду, который будет гарантированно оплачен. Средства на оплату труда школьников и студентов предусмотрены в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Ненецкого округа на 2016-2020 годы». Уже поступают на летнее трудоустройство. Есть уже порядка 100 человек, чуть больше, порядка 120 человек уже подали заявки на летнее трудоустройство. Массовое обращение в Центр занятости планируется, как и в прошлом году, это будет конец мая, начало июня. В этом году в окружном бюджете заложены средства на трудоустройство порядка 500 подростков. Это более 7 миллионов 750 тысяч рублей. Первоначально планировалось трудоустроить 390 школьников и студентов. В связи с большим спросом на вакансии, власти региона увеличили финансирование по этой статье расходов. Решение было принято на апрельской сессии собраний депутатов Ненецкого округа. В этом году временно организовать труд подростков готовы как села, так и город. В Наринмаре традиционно предоставляют рабочие места Наринмарский объединенный авиаотряд, Ненецкая агропромышленная компания, предприятие «Чистый город», частная фирма «Вестасервис», отделение Почты России, мясопродукты. Как правило, подростки трудятся рабочими по благоустройству территорий, подсобными рабочими, уборщиками производственных помещений, творниками, почтальонами и помощниками воспитателя. Предоставить рабочие места готовы и организации в муниципальных образованиях. Получить временное рабочее место в летнее время можно в Юшарском, Великовисочном, Приморско-Куйском, Хоседохарском, Омском и Пустозерском сельсоветах. Всего сельские поселения готовы предоставить более 140 рабочих мест. Также в этом году планируется организовать трудоустройство сложных подростков. Руслан Волосков отметил, с этими ребятами необходимо провести профориентационные и мотивационные беседы. По опыту в прошлом году мы немного трудоустроили, но половина из тех даже в месяц они отработали. Они там были случаи, что неделю даже не дорабатывали и просто на свои дела уходили. Напомню, полный срок временного трудоустройства молодых людей составляет один месяц. Каждый подросток за свой труд в течение полного рабочего месяца получит не менее 13 тысяч рублей.